Итак, вот все запчасти, которые понадобятся при изготовлении бидзи. Вы можете собрать своего робота из самых разных деталей, что мы и рекомендуем. Единственное, что обязательно понадобится — контроллер Ардуино. Всё остальное можно заменить чем угодно. Можно использовать другие батарейки, другие двигатели и так далее. Я перечислю всё, что здесь есть, и расскажу, откуда взялись все эти запчасти. А потом мы вместе начнём собирать роботы бидзи, используя эту плату. Вы увидите, как всё подключается. Если у вас нет двух ненужных фенов, можно просто пойти и купить моторчики и колёса к ним, или другими способами решить эту проблему. В общем, эти двигатели или моторчики — от фенов. Видите, они здесь, а под ними — лист Лексана. Это жёсткий эластичный пластик. Его легко использовать, в нём можно сверлить отверстия и так далее. Поэтому его мы используем для монтажа. Его можно купить в магазине совсем недорого. Это универсальный пульт. Его можно купить в радиомагазине. Вот он, обыкновенный пульт. И мы будем управлять нашим роботом. Также у нас есть изолента и провод 22-го калибра. Вот они. Ещё есть припой. Его мы будем использовать для контактов. Как в видео про контроллеры двигателя. Я там его использовал. А это контроллер двигателя, который позволит управлять скоростью и направлением движения робота. Вот контроллер Ардуино — это микроконтроллер, который можно подключить к компьютеру и закачать туда код, чтобы контроллер двигателя и остальная электроника работали так, как нам необходимо. Вот это макетная плата для прототипирования. Я покажу вам, как её подключить и как подключать к ней различную электронику. Это наш аудиомодуль. Он записывает и воспроизводит звуки. Он будет работать через контроллер Ардуино. При движении робот сможет издавать звуки. Это, разумеется, батарейки типа 2А. Они пойдут вот в это гнездо. Это батарейки на 1,5 В, но когда мы подключим их вместе, получится 12 В. И это отлично подойдёт для двигателей, поскольку им нужно больше 1,5 В. Тут у нас разные транзисторы. Их мы используем для переключения цепей. Вот они. Далее трёхцветные светодиоды, шурупы, гайки и несколько резисторов. Эти на 330 Ом. Эти на 10 кОм. Эти на 220 Ом. Позже обсудим всё это. Здесь плата из радиобудильника. От неё мы тоже кое-что используем. Ну, а вот тут у нас кофеварка. То есть кофейный графин. Это просто ёмкость для кофе. Некоторые её части мы тоже используем для бидзи. А вот здесь, как видите, кабельные стяжки. Нам понадобится инфракрасный сенсор. Он будет принимать сигналы, инфракрасные сигналы с пульта. Думаю, здесь всё ясно и объяснять особо нечего. Вот пульт. И вот так выглядит инфракрасный сенсор. Ну что же, приступим. И веществ. Звук. gef withstand. Белая машина. Не пусть она нужна. Разair машина. Гелая машинась. Гелая машина. Одinters.